Всем привет! В эфире универновости, а в студии Елизавета Газизянова. 24 июня в Высшей школе государственного и муниципального управления Казанского федерального университета прошло мероприятие, направленное на повышение квалификации заместителей и руководителей исполнительных комитетов сельских поселений Республики Татарстан. Вначале участники встретились в зале заседания попечительского совета вуза, где дали старт рабочему процессу, после чего переместились в аудитории, где обсудили местное самоуправление и принцип работы в системе органов. В рамках повышения квалификации Казанский федеральный университет посетили государственные гражданские служащие и муниципальные служащие в Республике Татарстан. Совсем недавно в рамках приемной кампании мы рассказывали о химическом институте имени Александра Бутлерова Казанского федерального университета. В этом выпуске мы узнаем о всех интересных направлениях института физики Казанского федерального университета и о том, как проживают свою лучшую студенческую жизнь студенты физики. Одна из высоток Казанского федерального университета принадлежит институту физики. Именно здесь студенты открывают для себя мир атомов и законов природы. Ежегодный институт выпускает более 300 высококвалифицированных специалистов в этой области. В этом году для абитуриентов будут представлены такие направления профессиональной подготовки, как фундаментальная физика, радиофизика, нанотехнологии, а также педагогическое образование. Я считаю, что наш институт один из лучших не только в нашем Казанском федеральном университете, но и, наверное, во всем по Волжье, а по некоторым параметрам и во всем мире. Мы готовим студентов, которые находят себя практически во всех областях и работы, и знаний, и спорта, и учебы, и культуры. Учиться у нас трудно, но интересно. Ну и самое главное, у нас много бюджетных мест по различным направлениям. Поэтому вы найдете себя в нашем институте, в любом вашем проявлении, в любом своем амплуа. От науки и образования до спортивных, культурных мероприятий. В 2024 году Институту физики Казанского федерального университета выделено 350 бюджетных мест на бакалавриат и специалитет, а также 160 мест на магистратуру. Самыми популярными направлениями подготовки у студентов являются специальности из сферы информационной безопасности. Также среди абитуриентов спросом пользуется молодое направление – инноватика. В институте проводится большое количество конференций и олимпиад, которые помогают студентам погрузиться в науку. Также здесь работает более 300 лабораторий, которые оснащены новым техническим оборудованием. Сами лаборатории предназначены для проведения студенческой практики, а также для выполнения студентами домашних заданий или развития своих стартап-проектов. Наши абитуриенты, став студентами, познакомятся с аппаратурой, которая находится на острие современной науки и технологий и научатся тем секретам профессиональным, которые позволяют эти разработки, которые находятся на первоначальном зачаточном уровне, превратить в ликвидный товар. Помимо обширной образовательной деятельности, в институте физики ведется яркая и насыщенная студенческая жизнь. Здесь студенты участвуют в различных танцевальных и вокальных конкурсах, ведут социальные сети, посвященные институту. Несмотря на то, что мы считаемся одним из сложных по учебной деятельности институтов, наши студенты находят время и на студенческую жизнь. Они активно развиваются в общественной, культурно-массовой и спортивных деятельностях. В течение года, работая в этих направлениях, получают даже призовые места. Отметим, что у студентов института физики, который учится на направлении геодезии, есть уникальная возможность пройти практику во дворе главного здания вуза. А у студентов-астрономов появляется шанс поработать в собственных обсерваториях Казанского федерального университета, которые внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Приходи, институт физики Казанского федерального университета ждет именно тебя. Аделина Абдрахманова, Тимур Ахметов, Универ Новости. Первый месяц лета уже подходит к концу. Погода более-менее нормализовалась. Температура держится приблизительно на 20 градусах. За окном светит солнышко и дует легкий ветерок. Но даже такие климатические условия могут быть опасны для кожи и волос человека. Обо всем расскажем в нашем следующем сюжете. Первым делом стоит сказать о влиянии на кожу. Высокие температуры и солнечные лучи могут вызвать ее обезвоживание. Под действием ультрафиолетового излучения происходит разрушение коллагена и эластина. Это в конечном итоге приводит к ухудшению упругости кожи и появлению морщин. Нередко кожа пересушивается и становится тусклой. Могут появляться покраснения, трещинки и раздражения. Кроме того, солнечное облучение способствует возникновению пигментных пятен на коже и ускоряет процесс старения. Поэтому в избежание описанных проблем к коже просто необходимо обеспечить правильный уход, а также питание и увлажнение. УФ-лучи бывают трех типов. А, Б и С. УФ-излучение С не опасно для человека, поскольку через атмосферу земли, через озоновый слой земли не проходит. А вот лучи А и Б, они уже опасны. А, лучи А, они более длинноволновой области, от 315 до 400 нанометров, и от 280 до 315 нанометров – это излучение Б. Ультрафиолетовое излучение влияет не только на кожу, но и на волосы. Избыточное воздействие солнечных лучей, особенно в сочетании с морской и хлорированной водой, может вызвать выгорание цвета волос. Некоторые даже используют это как лайфхак. Но здесь важно понимать, что есть вероятность пересушивания. В конечном итоге волосы могут стать хрупкими и ломкими. Лучи могут повредить и внешний слой волос, называемый кутикулой. Это приводит к потере блеска и ухудшению их внешнего вида. Также излучение нередко влияет на пористость волос. Они становятся более восприимчивы к влаге и химическим веществам. Дело в том, что УФ-излучение одно из самых агрессивных воздействий окружающей среды на кожный покровь человека. И связано это с тем, что лучи УФ-излучения могут вызывать различные травматические воздействия на кожу человека. Воздействие УФ-излучения В вызывает различные воспалительные процессы на коже человека. А вот лучи А отвечают как раз за очень модный термин, который называется фотостарение. Это когда клетками дермы, фибробластами нарушается выработка коллагена и эластина. И тем самым ухудшается каркас кожи. И появляются морщинки, заломы различные. И теряется эластичность кожи. А также различные пигментные пятна появляются на коже человека. Вот за это как раз ответственно и излучение УФ-излучение А. Несмотря на возможные негативные влияния солнечных лучей на волосы и кожу, если вовремя защищать себя, можно избежать дальнейших проблем. Как для первого, так и для второго существуют солнцезащитные средства. Для волос – спреи и маски. А для лица – так называемые средства солнцезащитного фактора, которые образуют на поверхности кожи защитный барьер, предотвращающий проникновение ультрафиолетовых лучей и защищающие клетки от их разрушительного воздействия. Все это поможет сохранить здоровье и красоту кожи и волос на долгое время. Кристина Отекина, Александр Антонов, Универ Новости. Лето – это не только сезон тепла и ярких солнечных дней, но и время года, в который люди стремятся отдохнуть по максимуму, наслаждаясь отпуском, путешествиями, пикниками на природе и общением с семьей и друзьями. Летом большинство людей стремится уйти от повседневной рутины и заняться приятными делами. Отпуска, поездки за город, походы на природу или просто отдых на берегу реки или озера – все это становится доступнее и привлекательнее в летний период. Этому способствует и погода. За окном светит солнышко, дует ветер, который легонько покачивает деревья и растения. Птицы тихо напевают мелодии, царит атмосфера умиротворения. Летом в основном стараюсь, у нас много семейных поездок организуется, мы ездим куда-нибудь, стараюсь чаще видеться с друзьями, потому что каникулы, все возвращаются, мы студенты, у меня друзья в других городах учатся, летом возвращаются, мы можем встретиться, погулять. Стараюсь вести активный образ жизни летом. Сейчас бы хотелось сдать сессию на отлично и уехать в Башкортостан к себе на родину. Хотелось ходить также в поход на Еремель или Ерегин-Гантау, вот что-то такое. У меня сессия сейчас, поэтому в основном только учусь, даже не хожу никуда. Я очень хотела в гаопарк сходить, не с кем. Ну, часть времени я живу и работаю в саду, поскольку там много чего надо делать, стараюсь путешествовать. А поскольку я в университете работаю, хоть и в отпуске, тоже есть что делать, готовиться к Новому году. Лето – еще и время для воплощения мечтаний и намерений, на которые ранее не хватало времени и возможностей. Это время и просто хорошего настроения, ведь особенно в теплый период на улицах города можно наблюдать счастливые лица. Одни только сдали экзамены, другие вышли в отпуск, а третьи и вовсе наслаждаются лучами солнца. Стоит учитывать и то, что многие люди ставят перед собой цели именно на лето, будь то освоение нового хобби, путешествие за границу, в поход в спортзал или же творческие, или исследовательские проекты по работе. Этот временный промежуток считается одним из самых активных по сравнению с другими. Буду работать все лето, собираюсь в зал начать ходить, спортом заниматься. Так, в принципе, пока что все. Хотим съездить в Дагестан, никогда там не были. Купили что-то вроде путевки, несколько дней пожить в горях. Посмотрим, наверное, это интересно. Вот у нас организована семейная поездка в Алтай, вот поедем. Ну и вот, буквально, по крайней мере, в ближайшее время особо нет планов. Просто встречу с друзьями, прогуляюсь, вот так. Уже второй год подряд я буду работать. Максимум хотелось бы, на самом деле, съездить домой, в Башкортостан, к родителям. Ну и все. А все остальное время это работа. Первый месяц лет, так как я студент, я сдаю сессию. Вот, и как раз-таки сейчас она уже закончилась. Я планирую в скором времени поехать на море. Вот, и потом в гости к родителям. Летний сезон – это время для вдохновения, творчества и отдыха. Именно в этот период увеличивается число покупок билетов на самолеты и поезда. Преобладает число всевозможных мероприятий и празднований. Именно летом можно встретить настолько большое количество людей на улицах нашего города. Екатерина Сайфулина, Кристина Одёкина, Универ Новости. Наша планета удивляет своими явлениями. Одно из них – это умение маскироваться, подстраиваться под окружающую природу у представителей фауны. Что такое мимикрия, разбирался наш корреспондент. Мимикрия – сходство одного биологического вида с другим или с объектами окружающей среды. Феномен мимикрии был отмечен у огромного числа видов животных и растений. Мимикрия полностью зависит от окружающей среды. Например, мухи в процессе эволюции приобрели полосы, чтобы быть похожими на жалящих ос. Если бы ос не было, то мухам пришлось бы в процессе эволюции принимать вид другого опасного вида. В мире биологии описаны примеры не только сходства внешнего облика, но и имитации звуков, запахов, форм и даже поведения, характерных для другого вида. Мимикрия – это способность животных приобретать окраску и даже форму тела, похожую на безопасных животных, на опасных животных. Это связано с процессом эволюции, когда возникают разнообразные формы за счет мутаций, и те формы, которые больше похожи на опасных животных, в результате они не съедаются и приобретают преимущества. И постепенно накапливаются те гены, которые определяют форму тела и окраску этих животных. Если вы думаете, что мимикрировать могут только представители животного мира, то спешим огорчить вас. Растения тоже мастера маскировки в стиле мимикрии формы. Вы когда-нибудь ловили когнитивный диссонанс от крапивы, которая не жалит? Это вас разыграла яснотка белая. Она выглядит совсем как крапива, однако не имеет жгучих волосков. Поэтому это растение получило второе название – глухая крапива. Также очень интересно и красивое явление коллективной мимикрии. К подобной форме обмана часто прибегают животные небольших размеров. Взбиваясь в кучу, они визуально создают образ более крупного и опасного животного, чем защищают себя от угрозы. В пример можно привести поведение мелких рыб, которые собираются в плотные стаи при появлении опасности. Хроматофора, где синтезируются разные пигменты и в результате получается несколько слоев. И когда у нас меланосомы перемещаются, вот здесь меланосомы находятся внизу, здесь они поднимаются вверх и в результате закрывают те яркие клетки, которые синтезируют зеленый или желтый пигмент. В результате изменяется окраска. С фермента тирозиназа начинается биохимический путь синтеза меланина, а экспрессия этого гена может реагировать на температуру. Есть формы тирозиназа, которые зависимы от температуры. При отрицательных показателях они работают и производят пигмент. А при высокой температуре, наоборот, не производят его. В результате в окраске гималайских кроликов, сиамских кошек идет потемнение на кончиках лап, ушей, носа и хвоста. Это связано с тем, что фермент тирозиназа начинает работать в наиболее остывающих частях тела. Элина Александрова, Резида Каримова, Богдан Священко, Универ Новости. На этом все. В студии была Елизавета Газизянова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова